кота твикса выбросил пассажир водитель калины сбил пенсионерку кражи из магазина для взрослых и забег с краденной колонкой привет друзья это место происшествия с вами михаил вагин и мы собрали для вас лучшее видео и новости к этому часу но кому покажется мало милости просим к нам соцсети у нас есть группа вконтакте и телеграм-канал никак не утихают страсти по коту твиксу сегодня федеральный паблик мэш сообщил о итогах расследования этой трагической истории и опубликовал видео из поезда на съемке видно что пассажир оставил переноску животным под сидением а сам вышел на станции киров потом он вернулся и залез на верхнюю боковую полку буквально через минуту кот выбирается из переноски начинают гулять по вагону через 12 минут пассажиры сообщают о мохнатом питомце проводнику женщина в итоге хватает твикса и выносит его в тамбур далее по данным мэш за две минуты до отправления проводник просит пассажира выпустить кота из вагона что было дальше уже всем известно после смерти твикса проводницу временно странили от работы в ржд внесли изменения в технологию оформления перевозки животных а председатель следственного комитета россии поручил провести проверку одним ударом отправил в сугроб женщину пешехода водитель калины на улице пятницкой на перекрестке с улицы карла епних то он двигался задним ходом и не заметил пенсионерку по словам очевидца женщина отделалась легким испугом после удара она упала но снег смягчил падение еще об авариях в слободском районе в кювете оказался мусоровоз больше информации об этом и других дтп в нашем обзоре это случилось утром в деревне суворовой водитель мусоровоза загнал авто в кювет по данным гибдд пострадавших нет на улице горького уаз медиков протаранил попутный серебристый хэтчбек на место аварии приехал аварийный комиссар на перекрестке улиц ленина и орловская не разъехали села до гранта и самосвал камаз очевидцы сняли кадры последствия аварии на улице мира 46-летний водитель гранты наехал на 24-летнюю девушку пострадавшие медики оказали помощь на улице воровского пешеход неудачно перешел дорогу во время перехода он резко развернулся направился в обратную сторону а там уже ехал автобус травмированный обратился за помощью медиков в вязких полянах столкнулись лада калина и ауди 19-летний молодой человек обратился за помощью медиков сергей пичугин место происшествия ну а теперь происшествие из рубрики сводка неприятное дежавю ощутил водитель нивы шевроле у своего дома на улице карла маркса за три дня на одном месте сотрудники дпс дважды оформили его за пьяную езду во втором задержании поучаствовали активисты ночного патруля среди которых был и сергей пичугин жители города заметили пьяного водителя нивы шевроле на искожевском переулке и позвонили на телефон горячей линии ночного патруля чуть позже общественники заметили что предполагаемый мужчина осматривается чтобы убедиться что за ним не следят вон пьяный водитель шатаясь идет обратно к машине сейчас только что выслеживал нет ли нарядов поблизости смотрел то в карла маркса то в сторону октябрьского в общем сейчас возможно сядет и поедет общественникам водитель сказал что никуда ехать он не собирается так как выпил спиртного но вскоре машина начала движение от него поехал него поехал в сторону карла маркса 700 ой 106 водитель сергей проехала в соседний двор путь пешком у него занял бы всего минуту предупреждаю три раза на четвертый выбивая стекло открываем двери машины выходе машины выходе от выключу ты чё обманул то ты же сказал что не поедешь я тебя в машину перегнул бы переноса пьяный пьяный и ладно видимо так же он думал три дня назад когда сотрудники дпс ловили его на этом же месте у водителя были те же признаки опьянения отец в который раз ждал сына дома а тот снова задержан как так получилось вообще практикует такое ну пьяненьким то есть да я с телевидения просто снимать ты убери телефон с телевидения это камера тем временем сергей отвечал на вопросы инспекторов и задавал им свои вы недостатки будете проходить для чего для установления вашего состояния вы будете проходить нет теперь после двух задержаний сергей готовится к двойному административному наказанию это может быть три года лишения прав и штраф в размере 60 тысяч рублей сергей пичугин место происшествия спринт с краденой аудиоколонкой устроил пока что неизвестный молодой человек на улице карла маркса перед этим забегом он вместе с другом долго стоял в холле и робко заходил в магазин впрочем решение о краже было стремительным по словам продавцов ущерб составил 10 тысяч рублей вора бегуна разыскивают если вы узнали молодых людей на видео напишите к нам в редакцию и еще о кражах сотрудники интим магазина на филейке и полиция за кражи разыскивают несколько молодых людей сначала 18 января вор одиночка по-быстрому зашел в торговый зал и украл ажурную маску затем 21 января компания весьма красноречивых и веселых приятелей вынесла на улицу еще два товара хронологию событий изучил сергей пичугин кадры краж записала камера внутри магазина 18 января в 1730 туда зашел мужчина в черной шапке по словам сотрудников магазина он взял с полки ажурную маску почти за 500 рублей и сразу поспешил на выход продавец заметил что-то неладное но было поздно посетитель уже убежал 12 января во время ревизии в тот же магазин пришли четыре молодых человека их сильно повеселили некоторые товары один из них хватал все что видел однако сотрудники магазина не дали ничего унести спустя девять дней компания вернулась в усеченном составе один из молодых людей схватил плеть продавец сразу же поспешил ее забрать и в это время один из друзей сложил другую плеть в карман посетители забрали два товара на общую сумму почти в полторы тысячи рублей сотрудники магазина написали заявление в полицию участников второго эпизода уже вычислили любители ажурных масок все еще ищут сергей пичугин место происшествия ну а теперь топ народных видео на пресечении улиц пролетарской карла маркса произошла классическая городская авария водитель кроссовера не вовремя повернул налево и не пропустил встречную легковушку как говорится шибко поедешь беду догонишь аварии закончился и самоуверенный маневр дамы на улице воровского женщина на кроссовере поворачивала с улицы попова налево и не заметила что вместе с современно повернул и встречный седан который имел преимущество почти полчаса участники дтп создавали пробку в сторону юго-запада а потом договорились и вызывать инспекторов не стали и разъехались едва не пострадало действий водителя автобуса 23 маршрута владелец регистратора на улице карла маркса автор видео спокойно ехал прямо как вдруг на перекрестке с улицы милицейской его подрезал общественный транспорт извинился и на этом спасибо снежные войны зафиксировала камера на улице сурикова по словам автора видео сосед решил отомстить соседу за парковочное место и закопал его автомобиль судя по видео вечером мужчина вышел во двор с лопатой и забросал снегом заднюю часть иномарки это случай из разряда один огреб а второй заехал не остались в стороне и быстро среагировали на падение пенсионерки водители калины икеа на улице московской женщина шла по тротуару и внезапно поскользнулась и упала в сугроб жаль что добрые поступки теперь большая редкость и на этом у нас все с вас подпиской лайк с нас еще больше интересных видео роликов и новостей а если вы сняли что-то интересное присылайте это видео нам наш номер 8 912 827 3302 мы ждем сообщения в телеграме и других мессенджерах а также наша почта mpkerovsobakoinbox.ru будьте внимательны и осторожны до свидания а